Друзья, всем привет! Это новый выпуск Показ Шояль. Я нахожусь на своем новом аккаунте, ну точнее это новый проект, который у нас будет длиться сезон, может быть чуть больше, на котором мы будем прокачивать одну деку, которую я выбрал и будем апать, естественно, высокие трофеи. Моя цель дойти на этом аккаунте 5000+. Конечно, хочется взять вот эту планку 5200. Не знаю, у меня дека гигант со спарки, насколько я смогу этой декой высоко подняться, честно, не могу гарантировать ничего, но мы будем, естественно, с вами стараться. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайки, надеюсь, вы поддержите меня и нажимайте на колокольчик, чтобы быть на всех моих стримах, потому что в основном на стриме я провожу много онлайн-атак и поднимаю высокие, ну не высокие, много арен поднимаю. То есть вот это вначале, сейчас мы быстро охватим буквально за несколько стримов сразу по несколько арен. Сегодня у нас цель в этом видео дойти до четвертой арены, возможно, я чуть-чуть закину гемов, мы откроем несколько сундуков, выбьем несколько новых карт и если этот ролик соберет 5000 лайков сразу, я сразу же буду апать пятую арену и снова новый донат и снова новое видео, сразу после 5000 лайков. Дерзайте! Давайте сразу прокачаем гиганта на третий уровень и идем в бой, нам нужно сыграть две игры и мы сможем, две победы и мы сможем зайти, я не могу, ники клан нормальный такой. Так, ладно, давайте сразу гиганта закидываем и копейщиков. Так, кстати, ребят, у меня сейчас на стенке вконтакте голосование колод, вот, пока я еще не дошел до седьмой арены, там даже до восьмой надо мне дойти, вы можете еще голосовать. Я ставлю ссылочку на мой контакт в описании, обязательно добавляйтесь ко мне в друзья и голосуйте за ту колоду, которую вы хотели бы видеть на этом проекте. Ссылка на мой контакт вконтакте в описании. Так, ну, надеюсь, сейчас заберем башню, потому что он слил миньонов и армии скелетов не хватает у него эликсира. Армия скелета у него, скорее всего, есть, потому что она здесь есть у 90% игроков. Так, на трешечку пойти? Как думаете? Я думаю, что осилим трешечку, поехали. Так, сейчас просто надо отдефаться, а потом перейдем в контратаку. Я не могу, смотрю на его клан. Кстати, его клан могут переименовать спокойно, можно пожаловаться, да, в техподдержку, мол, так и так. Клан содержит нецензурную лексику, нецензурную брань. И раз суперселлы банят, короче, за мат в чате, то за клан они, ну, прям, должны точно какие-то меры принимать. Поэтому можно, в принципе, на этот клан. Ну, мы не будем, мы не будем жаловаться, мы же не крысы какие-то, правильно? Не будем, не будем этого делать. Так, тихо, закинем копейщиков. И забираем на три короны, парни. Отлично, первая каточка, три короны. Фух, тяжело. Шучу. Последняя каточка, поехали в бой. Я вот, знаете, чем недоволен, что убрали вот эти старые спецпредложения. Я, насколько я помню, на четвертой арене был магический сундук, на пятой арене был супермагический сундук, на шестой арене был огромный, по-моему, на седьмой магический, а на восьмой был супермагический. Это было реально классно. Сейчас добавили сундуки с молнией. Непонятно зачем. О, кстати, что это, предикт был? Соперники предиктят на таких аренах? Он седьмого уровня? Лол. Так, а что бы подкинуть? Что бы подкинуть такого? Угу. Не хватает ни на что эликсира. И уже почти все сдохли. Ну, принца сейчас подкидывать, мне кажется, нет смысла. Армия скелета у него должна быть. Вот. Поэтому он смог бы задефать. Ммм, прикольно. Ээээ, так. Ну, увидели, да, как он кинул гоблинскую бочку? То есть он рассчитывал, что... Ну, я не знаю, ли он случайно это кинул? Хотя, предиктит на такие арен... На такой арене. На такой арене... На... Гоблинскую... Ну, гоблинской бочкой бессмысленно. Так как, ну, это в основном делается, когда контришь бревном бочку. У нас тут бревно вряд ли встретишь на третьей арене. А стрелами легко даже вот с этой области убить. Ну, ладно. Наверное, он случайно это кинул. Я что-то заморачиваюсь. Похрен вообще. Так. А что ведьма не достает до копейщиков? Обидно. Ммм. Так. Ладно. С краю карты выбрасываем вальку. Сейчас пойдет принц. Надо крутиться до копейщиков. Так. Забрасываем своего принца. Так. И я еще так и не увидел. Ага. Есть ли у него армия скелетов? Так. Ну что? Понеслась. Сейчас будет очень крутая контратака. Ой, варваров просрал он, ребята. Просрал он варваров. Забрасываем еще ведьму. Да, все. Это изи. Изи снос. Даже будем сейчас давить его на три короны. Потому что очень много юнитов. Очень много. Забрасываем еще больше. Еще одного принца забрасываем. И жмем. Жмем. Жмем до последнего его. Давайте. 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 И выносим седьмого уровня просто в щепки на три короны. Вот как-то так. Блин. Седьмой левел. Ну, низко он сидит. На третьей арене. И четвертая арена. Игровой домик Пека. Прекрасно. Потихонечку прокачиваемся. Ну вот, видим, да? О чем я вам говорил, что спецпредложения достаточно унылые на каждой арене. Они здесь все одинаковые. За исключением сундук. Короче, тот с третий, тот с четвертый. Типа, лучше лут. Да, и больше прокручивать можно карты. Ну, давайте донатить. А что? Почему нет? Донатим. Нам нужны новые карты. Итак. Купили. Поехали открывать. Тесла. Карта классная. Но играть я с ней не буду. Арбалетом тоже играть не буду. Эпики прокручиваем. Гиг-скелет. Кал. Гоблинская бочка. Неплохо. Но. Но еще, еще. Мол. Молния. Ну, в принципе. Да нет, молния мне не нужна, по сути. Хотя, я думаю, что она бы заменила мне какую-то карту. В любом случае, что мне тут хуже всего прокачано. Да нет, у меня все круто прокачано. Ничего, у меня тут стрелы. Ну, стрелы. Мои стрелы, кстати, не убивают седьмых гоблинов. А седьмые гоблины мне уже попадались. Так, что у нас тут еще? Берем награду. Ребятки, ну слушайте. Я все равно недоволен этим сундуком. Поэтому давайте закинем мальца гемов. Ну, мальца это, я не знаю. Тысячи двести, да? Закинуть или сколько? Сколько закинуть гемов, ребят? Или пятьсот? Давайте на два сундучка. Пока не будем торопиться. Так. Пятьсот гемов есть. И давайте откроем два сундука с молнией. Я хочу, в принципе, шарик выбить, потому что с ним... О, Пека. Пека, крутая карта. Ну, шарик. Нужен шарик. Еще. Шарик. Как мне не нравится, когда вот это гемы... Сливаются. И я выбиваю не то, что надо. Ну, плиз. Ну, пожалуйста. Ну, шарик. Ну, дай шарик-то. Ну-ка. Ой, рейдж на второй уровень. Дракон. Эх. Рейдж... Ну, по сути, он мне не нужен. Дракона на второй уровень, конечно же, прокачаем. Или возьмем рейдж, ребят. Ну, вместо чего его брать? Я не знаю. Вместо стрел? Тупо будет. Ну, давайте, по фану возьмем вместо... Вместо... Вместо чего же тебя взять? Вместо миньонов давайте. Вместо миньона возьмем рейдж. Окей. По фану. Попробуем. Одну каточку на четвертой арене. Так. Ребят. Я могу сразу же видосик сделать. Опять задоначу. Может, побольше. Дойти до пятой арены. Я вообще хочу вот как можно быстрее выбить первую легендарку. Но нам нужна легендарка с парки. Но, тем не менее, пока я буду собирать ту колоду, которая мне нужна. В любом случае, я буду рад любой другой реги. Потому что, ну, пока соберу ту колоду, которая надо, я буду играть разными деками. Поэтому, давайте поставить опять тысяч лайков. Как только пять тысяч лайков собираем, я сразу же выпускаю новое видео. Тихо, принц. Такой-сякой. За дефоли. Где я апаю пятую арену. Давайте. Пять тысяч лайков. Спасибо. Так. Ага. Тут уже посложней. Ну, хотя, знаете, вот я не знаю почему. Но против пятого уровня мне сложнее, чем против седьмого было. Так. Ладно. Ведьму выбрасываем. И что подкину? Гиганта или принца? А давайте подкинем гиганта. И кинем рейджи, ребята. Давайте кинем рейджи. Ведьма сейчас под рейджем. Блин. Весь кайф испортила мне. Вот это барышня, блин. Смотрите, мои стрелы не убьют сейчас миньонов. А нет, убили. Так. Ну, тут у всех, в принципе, есть валькирия, армия скелетов. Это такие стандартные карты топовые, которые на таких кубках прям, ну, вывозят очень сильно. Ну, так. Что мы делаем? Сейчас нам нужно задефать принца, да? А потом после этого мы, короче, будем строить атаку. Ну, принца он что-то не хочет выпускать. Ладно, давайте закинем своего принца. Ой, нет, только не это. Только не атака с принцем. Ой, с гигантом слева. Блин, а парень что-то шарит, мне кажется. Вы посмотрите. Блин. Байтит меня на все, что можно. С разных сторон причем. Гигант снес башню. Копейщики слабо дефают. Так, валькирию нужно. И нужно закинуть рейдж. Закидываем рейдж. Тут у нас копеечки. Здесь. Так, здесь у нас стрелы. Предикт. Предикт. Хотя, на самом деле, я на миньонов кидал. Но так получилось, что запредиктили. Так. Друзья. Так как он справа... Ой, слева башню забирает 100%. Он будет после этого сносить мою правую башню. Поэтому давайте с дефа переходить в контратаку. Хотя там что-то, смотрите. Что-то мы там уже всю башню снесли ему справа. Так, ну тут дракон. Изи. Бризи. Ну, вообще, прям идеально. Ну и все. И, короче, делаем так во. Вот так во. Вот так во. И предикт. Хотя он потратил уже все, что можно. Давай, давай, давай. Не, ну с рейджем веселее. С рейджем быстрее. Но хочу шарик. Хочу шарик в следующем выпуске. Наверное, выбью шар. С ним будет проще апаться. Ну, реально, так быстрее будет. И фриз бы мне выбить. Короче. Подписывайтесь на канал. Ставим 5000 лукасов. Нажимаете на колокольчик. И ждете мой следующий ролик уже на пятой арене. Я не заставлю вас долго ждать, ребята. Кому интересно на этих кубках, я думаю, вам будет полезно смотреть, какими деками я прохожу. Я пока стараюсь много не донатить, чтобы, ну, у вас не вызывать какие-то негативные эмоции. Потому что вы бурно, некоторые, некоторые бурно реагируют на то, что я так много доначил. Окей, я пока тут на этих кубках буду не сильно вливать. Но чуть попозже, потом по-любому придется, когда я уже более-менее соберу деку, по-любому придется уже задонатить и сделать открытие. В общем, подписывайтесь, ждите новые выпуски. И я же говорю, не заставлю вас долго ждать. На высоких кубках обязательно мы окажемся совсем скоро. Спасибо за просмотр, желаю удачи, пока!